вы начали? да, я очень рад мы сегодня продолжаем у нас сегодня такой наросла в луне беседа мы просто побеседуем о том, какие языки программирования нужно использовать заклинил позором язык питон да, мастер? дальше у нас начнем переходить к решению дикого обмена на следующий раз но на следующий раз мы опять решать не будем мы посмотрим предварительные сведения как написано в книге читатель не должен огорчаться если у него не хватает предварительных знаний для чтения предварительных сведений а потом уже мы начнем решать уравнение значит, я думаю, мы будем делать так сначала решаем уравнение а потом пытаемся понять что оно означает вы же физику знаете да с точки зрения физики вы все понимаете а сегодня мы кратенько посмотрим вот внизу количество страниц это кратенько да? да количество страниц презентации это очень важная вещь потому что дает возможность слушателям правильно реагировать когда они в странице не знают когда закончится наконец болтовня и так далее а тут страница должна показывать может скоро уже конец кроме того слайды презентации должны быть достаточно равномерны то есть нельзя как некоторые любят откроют первый слайд и полчаса зависают на нем это нехорошо значит, эти слайды я сделал в макдауны чтобы похоже было в макдауны нужно делать слайды но Дональдсенович не любит слайды в макдауны а почему он их не любит? потому что он любит на один слайд десять картинок налепить в разных местах не правда что? не десять я из-за того, что колонки нельзя сделать колонки можно сделать но это не концептуально хочешь колонки работай в цехе ну вот ну какой у нас первый язык программирования был? вы помните, да? это фартран это главный язык программирования а вторым языком был программирование? не знаю не знаю как вы думаете, какой был второй язык программирования? ааа как был, наверное? нет лисп ааа вы знаете этот язык, да? он состоит из скобок он состоит из скобок да очень мощный язык да 80% языка это скобки значит вообще предполагалось, что будет сделать фронтенд то есть нормальный язык а то, что с кучей скобок это бэкэнд делалось то есть на нижнем уровне и программировать полагалось на языке, который только будет но он так никогда не появится тут следует заметить, что язык джулия фактически это фронтенд к лиспу на самом деле он внутри является лиспом диалект схемы а сверху с сахарком присыпан чтобы было для себя ну языков много и вам нужно собственно выбрать язык для вашего научного программирования ну за вас обычно в научном кодике выбирают есть такие не очень хорошие научные кодики например Анастасия Вячеславовна которые насаждают всякие вредные языки программирования да Си Вячеславовна да да но вы сами тоже должны думать ну вот собственно какой язык вам нужно научить то есть под проект будет ложиться язык то есть язык под проект нужно выбирать и нужно ли вообще учить новый язык или выучить один раз язык Си и все больше ничего не нужно или какой язык у вас самый любимый русский а? 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 да 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 Таня хороший язык но для достаточно ограниченного кругоподвенения кругоподвенения замечательный ну собственно язык программирования это достаточно большой напряг выучить язык программирования но честно сказать выучить предварительно чтобы уметь читать программы и писать простые программки это достаточно два дня и любой язык программирования будет выучен но проблемы возникнут со всякими хитрыми языками типа хаски но не из-за языка самого а из-за набора концепций которые вам могут быть пока не понятны ну вообще при научном программировании нужно знать сколько языков программирования ну десяток полтора ну хотя бы чтобы разбираться чтобы простенькую программку прочитать или набрать ну и плюс к этому то есть несомненно нужно знать язык хотя бы стати вам придется писать именно на нем ну наверное вот круг языков которые мы на научном программировании применяем не совсем хорошо пересекается с тем что применяется в индустрии это немного разные вещи поэтому не нужно смешивать ну и две большие проблемы это процессор памяти всегда их не хватает для этого наконец используют наш кластер ну редко редко мы так и не скотели там в сыром подвале он стоит такой заваленный мусором наш супер да можно по-разному классифицировать все надо с классификации по полочкам позицировать языки программирования критериев куча ну какие критерии уровень языка программирования ну знаете да любимый настин лисп ассемблер ассемблер любимый настин да и скажем питон это языки немного разного уровня да область для которой разработан язык как он работает какая парадигма парадигма это главное знаете такое слово парадигма ну да на самом деле парадигма это просто красивое слово за которое можно получать деньги значит ну какие вот у нас машинные коды ассемблера это все знают это очень хорошие языки у них тоже можно писать низкого уровня языки высокого уровня языки и дальше высокого уровня языки можно там подразделы делать разные это высочайшего уровня языки например пролог язык пятое поколение японцы очень хотели подтолкнуть язык но не получилось ну на самом деле пролог это не что-то особенное может подразделить языки на какие императивные и декларативные декларативные языки в свою очередь подразделяются на функциональные логические и логико-функциональные функциональные функциональные все так далее так что толог это один из языков программирования имеет свою область применения наиболее оптимальное область применения было для построения базы знаний для работы с данными ну и соответственно когда вы пишете программу вы смешаете можете все уровни а некоторые языки даже позволяют писать на некоторые уровни вставляем ассемблер и так далее переносимость языков понятно у нас самый переносимый язык какой си 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 но почти для всего почти для всего можно сказать где с дом работает я бы на большее си ну да круто язычок он собственно для этого и делается ну и высокопроизводительное программирование для чего вы собственно все сделаете вам нужно чтобы все работало быстро и вот быстрая работа это фишка питона да он работает крайне быстро одинаково на любом компьютере хоть вы его на суперкомпьютеры запустите он будет работать с такой же скоростью как и на нотку одинаково быстро по областям применения ну можно так грубо это универсальные языки которые для всего можно все на нем описать то есть у них нету некой фиксированной области применения ну и языки для какого-то конкретного применения это могут быть языки как вообще ограниченные которые работают только в этой области скажем FreeFem которые для их уравнений это на самом деле DSL язык типа скрипта сиподобный который только для решения уравнений частных производств или система ROOT для работы с данными церновская тоже там сиподобный язык для обработки данных для чтения записи так далее ну это вот очень удобная вещь ну вот R язык в принципе он по большому счету может пюринг полный то есть на нем можно писать любые программы при желании но он сделан для работы с данными вы R проходили да? вы его хорошо знаете вот ну по тому курсу что проходили тут хорошо его знаете ну представляете при желании нужно там что-то называет MATLAB который вы сейчас пытаетесь проходить тоже хороший язык ну мы его переросли он и детей вообще конечно ну да собственно курс для второго курса был когда они вообще программировать не умеют побольше есть ну и для этих еще для американцев ну они на уровне понятно не меньше первого курса поэтому для них это язык самый то обычно универсальные языки точатся на то чтобы быстро работать там у них всякие возможности куча а языки описывающие какую-то область там в них побольше сахара заливают синтаксически чтобы человек не напрягался ну скажем вам на оси нужно перемножить матрицы да полетензора напрягаетесь циклы пишите путаете как располагается память и так далее нам аквари на том же матрица на матрицу умножить все думать не надо вот для этого все и делается значит у нас для выполнения вопрос выполнения у нас три основных модели это интерпретация раньше была самая крутая модель не было компиляция и последняя фишка новая а вы кто такие зачем можно увидеть парень нельзя запретить нет нельзя извиняюсь just in time just in time это самая крутая фишка в чем она заключается в том что у нас язык вначале как интерпретата при первом выполнении он делает компилированную копию и дальше работает с этой компилированной копией естественно что если у вас язык для того чтобы запустить скрипт то это бесполезно это когда у вас на сервере крутится большое приложение оно в первый раз сколько загрузилось это не важно поставить загружать сервер загрузился потом крутится крутится и как раз вся скрипила работает ну или вот вычислительные задачи в первый раз запустили он долго работает а потом когда много вычислять работает очень быстро тут сочетается то что у вас удобно писать на нем удобно транспорт и быстрота работы интерпретируемые языки для чего у нас это скриптовые файлы на башу и то что сейчас модно это математика продвинула ноутбуки всякие в начале 90-х годов математика появилась с такими штучками я МЭПЛ только видел МЭПЛ естественно тоже скопировал с этого с математики и это РИПЛ известный аббревиатуров то есть читаем выполняем печатаем печатаем и дальше покруглимся это вот работа в юпитер набрали shift enter он посчитал результат выдал и так далее и так всякие другие программовки работают очень удобно для отладки написания программ но естественно не для работы естественно что многие языки для определенных областей применения подразумевают работу с человеком поэтому они очень часто работают по РИПЛу интерпретаторы но не все не все но многие ну естественно интерпретаторы хороши тем что можно перенести запустить вашу программу с одного места на другое и запустить люди которые пытались продавать питоновские программы вначале наоборот считали что это очень негативная вещь и было придумано несколько обфускаторов питоновских которые во-первых всю структуру портили вращали в исполняемых файл так программку на две строчки написали и у вас исполняемых файл на 200 гб раз очень удобно ну естественно вы все эти варианты можете смешивать ну например опять же питон что такое питон он разрабатывался как язык программирования настоящий потом не знали куда его приткнуть использовали для обучения как basic раньше был basic языком для обучения программирования это любимый язык того кто любит basic больше всего на свете не сложно так сказать у microsoft microsoft что ли да 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 там visual basic да visual basic но там интерпретируем они продавали basic да и собственно в первых компьютерах именно basic зашивался внутрь как операционная система пожалуйста вот сейчас человек садит за компьютер что он делает word excel или игрушку запускает а вот в 80-е годы человек садил домохозяйка включала компьютер и начинала писать программу на высь набирать книжки да набирать книжки да тогда программы печатались книжках книжки с программами продавались в программах попринялись а вы помните да PGP система для шифрования поскольку ее нельзя было вывести из США в виде кода то ее печатали книжки а книжки подали под первую поправку в конституции США о защите совести то есть можно печатать все что угодно и в виде книжек вывозили за пределы США там специальные люди сидели набирали этот код и дальше распространяли очень очень удобно да а сейчас когда вы посылаете какую-нибудь статью в журнал шплингеровский то там можно посылать ее в чем угодно с дами приходят ее посылают в бумажном виде в Индию там набирают ее в Техе и посылают поэтому если вы должны брать ее в Техе ее все равно пошли в Индию набирают в Техе то есть отмечатают просто в Индию набирают техе и потом все очень просто вот там такое слово оптимизированное ну и конечно все это смешиваю то есть есть у нас всякие интерпретирующие языки но для них есть своего рода компиляторы правда компиляторы очень специфические могут подтаскивать всю средовую полную слову тут как с питоном на 200 мегабайт компиляторы можно расширять за счет интерпретаторов есть даже интерпретаторы ну и вот скажем у маклаба не у октавы его родного маклаба есть там всякие паузы чтобы скомплить в виде экзешного пауза ну и всякие вращения типа питон на Ява машине или R на Ява машине это Ява машина это придумал мир не знаю да структуры алгоритмы грамотные люди все знают структуры алгоритмы да структуры алгоритмы алгоритмы значит он написал какие языки программированные паскаль модула оберон блюботл в общем он очень сильно внес такой тренд программирования сейчас живой и он придумал для переносимости паскаля так называемый пикод то есть паскаль промежуточный код потом виртуальная машина исполнял пикод и он работал и вот упрощенный вариант пикода это виртуальная машина да а ну вот тут драка как всегда по типам там у нас сильная типизация слабая типизация басты не захватили виды виды просто дерутся кроме того не говорят сильная типизация хорошо вот например типичный язык сильной типизации это язык ада язык ада ада да назван честь кого ады ады в первого программиста она писала гэданкен программ мысленный программ для гэданкен компьютер мысленного компьютера нет это не компьютер говорит да калькуль машин гэданкен калькуль машин она аналитическая машина вывеча она для него писала машина так и не была построена программ не были она была дочери байрон 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 а байрон был кто поэт пацан а вы полумисточек до города не читали в кое дима мхк задает что мхк задает читать наизусть учить актрин хорошая школа а язык был сделан это язык комитетский он по конкурсу был сделан для организации под названием министерства обороны североамериканских соединенных штатов для написания очень хороший язык монстральный язык есть на компьютере можно его писать он очень жесткий чтобы ошибки не допустить а есть языки с плавающими типами данных там куча ошибок в питоне джаваскрипте очень да джаваскрипте чем я вас называются чтобы продавать было удобно все никак не связано то что есть немножко как только вы добавляете в название продается или вот как bluetooth добавляете в название все сразу лучше продается а сейчас добавляют 5G да молоко 5G все сразу лучше продается ну конечно тут нужно как-то когда полностью гибкие у нас без динамические типы это тоже нехорошо и когда полностью статическая типизация трудновато писать нужно что-то среднее и как вы всегда знаете такая штучка есть популярность языков программирования очень любят всякие обзоры делают смотреть языки программирования поэтому учите только их все остальные не нужны ну и что у нас тут во-первых эти все делаются для не для академии а для индустрии рулят си подобные или алгола подобные алгол да алгол да а в честь какого алгола вы знаете что есть два алгола алгол 60 и алгол 66 нет слово алгоритм это это два языка которые вообще друг друг друга очень слабо похожи это как си и си класс класс алгол алгол значит вот у нас си си класс класс и до диез ц бух ну это же они специально так назвали по коламбу ц бух ну и туда же мы яву я вас крипт objective си это у нас язык который на next и писалось потом когда джобс вернулся в apple next туда же перебрался и macos на objective си это был упрощенный си на нем легко было писать все программисты его любили это было девяностые годы а сейчас а сейчас оказалось что objective c это очень сложный язык на нем очень сложно писать поэтому эпох придумал упрощенный objective c по названию свит потому что нынешним программистам на том языке писать очень сложно но вот язык SQL он для домохозяев делался чтобы проще было запросы делать базе данных там рецепт получите что а сейчас для программистов он сложен то есть это значит и деградируют люди и абстракция мышления повышается да абстракция мышления значит телефон у нас рулит всем это у нас самый крутой язык вот это ну да ну да значит там как щелкните статистику первых этих статистик просто прямо как завались значит матлаб на матлабе пишут штабы то есть вот это вот научный язык когда они понимают матлаб как вы собираетесь по звукам штата писать только на матлабе на других профессор не понимают вот ну они там и прокалкивают на матлабе кучу и так далее в россии не удалось прокалкивать на матлабе никто не хочет подняться с р поднимается резво достаточно но вот на 19 позиции это для обработки статистики но сейчас у нас когда бигдата то под бигдата статистику пишут на аркран он для знатоков ну и джулия она только растет но вообще научное программирование это вот так кусочек все программирование это в академии в основном да люди занимаются научным программированием а он не для того чтобы писать какие-то программировки нормальной работы ну в зависимости от того чем вы занимаетесь вы на нужном языке будете писать поэтому вообще программирование это уровень не высшего образования программист это уровень даже среднее образование не обязательно любой после школы после восьми классов их программировать выучил один язык и больше это не нужно больше уже человек не выучит одного языка с него хватит когда язык станет ненужным человек выкидывает и приходят новые такие же энтузиасты ей что-то пишут высшее образование тут не нужно высшее образование нужно уже для computer science или для чего-то более сложного ну си у нас для операционных систем объектов объекты все раньше под иос списалась хорошие деньги приносила сейчас никому их не нужно на яве бэкэн допишутся мне у буха настолько денег было зачем непонятно но буха надеялась что будет от нее отдачи отдачи никакой нету приходится я его бесплатно отдал то есть бесплатно дается то от чего нет никакой отдачи я его сначала продавали на enterprise а сейчас что бесплатно дают потому что как на ней самой зарабатывать так и не ну и на фортрайме пишут люди которые знают для чего вот награниченный лабораторный 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 ну и вот у нас кратенький список давайте мы быстренько пробежимся C++ вообще если вы хотите один язык знать только один плохо сложно но на самом деле это кривейший язык до ужаса то есть если у си это была идеология примерно просто свалка всего там даже нельзя назвать объектно-ориентированным потому что объектно-ориентированности не получилось он долго мучился с ней пока стандартной библиотеки шаблонов не появилось и он не стал шаблонно-ориентированным языком кроме того как только новый стандарт издают так у вообще идеологии меняется поэтому чтобы на нем писать нужно знать всегда новые стандарты если у вас книжка по сиплоскласс начала двухтысячных это все устояло просто до ужаса нужно забыть всегда нужно будет язык который живет развивается и аккумулятор вместе с ним создать честно 17 до в общем сейчас по цапе будет как только новые релиз то все меняют очень интенсивно развивается зачем механика так что всегда нужно следить ну это самый такой монстральный язык и самый популяр есть не менее монстральный язык язык и тоже монстральный мощный это сиплоскласс на астероидах в него не били бабки и он особо не развивается быстро работает очень много знатоков куча всего вообще девяностые это считалось что это язык вообще всех убьет поэтому стали переписывать фортановские программы на сиплоскласс ну и что в результате часть переписали часть не не переписали получился зоопарк смысла переписания никакого поддерживать сложно сейчас куча библиотек идет типа часть на фортране часть носит вас класс и все связочки но и недостаток его он монстральный поэтому знать его вы просто невозможно будете копаться на маленькой деляночки будете делать маленькие вещи в нем но весь язык понять я думаю страустов уже тоже не понимает но не признается герн страустов придумал этот язык вы знаете допоминающийся надо надо в презентации будут картинки вставлять с теми кто придумал что-то так что-то так что-то так я думаю понятно из троу стропы на ютубе можно найти он то выступай да в общем очень хороший язык единственное что меня раздражает то что индекс от миля не не само это пожалуйста каждый может но пионеры которые только слышали об этом языке это им говоришь о фортране игра да как можно в языке индекс от единицы питон любимый язык настя питон создавался как язык программирования даже не ассальный там всего на питание и объектно ориентированность и что он выродился он выродился в клеевой язык то есть как язык программирования никому не интересен а вот как клеевой язык или интеграционный язык он собственно завоевал популярность он не для того чтобы на нем писать программы он для того чтобы на нем вызывать готовые программы он превратился язык для инженера то есть сидят инженеры и нужно что-то посчитать все алгоритмы уже записаны они только пишет вот вызвать и они думают какой хороший вы понимаете на нем все можно решать то есть а на самом деле это вот и именно клеевой язык и в этом его прелесть и что еще гида ванросом его создал это вы тоже знаете в чем фишка ванросома вот есть питон 2 а он смог заставить всех пересесть со второго на третий но еще не все пересели то есть вот есть 3 5 скажем да есть 3 6 3 7 3 8 разные языки то есть вы не сможете ладно бы если 3 7 на 3 5 не сможете гонять но это как-то можно пережить но и 3 5 на 3 7 не всегда вы прогоните вот чем проблема то есть слова legacy это он не понимает этого слова вы написали на питоне программу через два года решили вернуться к ней погонять и она не работает кучу ошибок выдает вылезьте в маны полностью переписываете через полгода она опять не работает вот в этом фишка питона поэтому на нем поэтому он как глюкот работает хорошо но он работает как мусорный язык то есть написано ним программа через пару лет все она уже не живая забыли вы или постоянно точке ее все под новые делаете а еще хуже вы делаете кучу вызов это вот эта строчка вызывается если у вас 35 вот это если 36 вот это если 37 это если 3 8 правило проверяете какая версия питона и вызываете нужную строчку классно вот так ну понятно если вы развиваете программу то вы можете дописывать по строчке да вот такой монстр ну а потом есть папа это очень ужас летящий я считаю что чем лучшего реализован тем меньше его применяют он очень неудобен на самом деле сама концепция кусочки из этой концепции очень хорошо но больших проектах просто не живет невозможно он хорошо в книжке на картинке яблоки фрукты груши это хорошо собачки кошечки тоже хорошо а когда большой проект нет не тянет на ну вообще ван росу когда он написал на никому не нужен язык он вообще его проталкивал во французских школах для обучения с их нам пошел ты започил потому что его он протокол во французских школах для обучения он стал языком на котором написали учебники для информатики для французов и потом он так распространился таким же образом мак пропалкивал а сейчас гугл проталкивает свои хромбуки сейчас все школы в америке с хромбуками соответственно человек отучился на работу приходит но самая главная фишка питона это у него большая экосистема то есть вот он действительно когда он выродился в глюлэндвич он поднялся то есть вот у нас куча есть скажем чудесный нам по есть это что это лопак переписанный для работы с питом удобно удобно симпа есть наверное эта система она тоже капитану пришляпи на так она наверное есть наживая осталась из нормальных систем символьной алгебры символьные вычисления все остальные системы затормозили максима все это состояние стагнации находится развивается почему там сидят скажем по два девелопера и делают деньги и убрасывает пандас это у нас работа с данными рисовалка все что угодно то есть куча библиотек мы можем их вызывать вот в этом доступе тонны то что выучили язык и можем вызывать стандартным образом писать программы на питоне нельзя он мягко скажем очень не торопливый из-за своего построения из-за идеологии то есть исправить это никак нельзя исправлять пытаются это у нас всякие заточки типа дополнительных костылей для того чтобы все это работало на высокопроизводительных машинах проект lumba пайпай джит компайлером и так далее пайпай очень хорошая идея это питон написано питоне питоне джит компайлер все остальное но они третий питон не осилил второй работает 2 7 пожалуйста 3 они на уровне 3 2 застряли другой язык уже не осилил но это об этом всегда пишет что питон себе порвать с помощью но он порвал ну джюля это язык который написан для того для чего микрофон написан в куче всех что бы проблемы двух языков то есть вот чтобы он был простой как питон чтобы в нем было синтаксического сахара куча как в маклабе и чтобы на нем можно было писать программа которая работает так же быстро как фактран не получилось как фартрон не работает и инфраструктура у него хорошая конечно ну вот пример я гонял в середине 80 запускал фартрон русские программы на эльбрусе там он умер умел перенажать матриц то есть там оператор матрица вношная матрица но только один из его флэйворов это делать для суперкомпьютера для крае он это делал а все другие флэйворы не умеют а тут ты на джулии пишешь матрица умножить на матрицу и не думаешь как это он делает он сам умножить а я помню в школе у нас мы наверно урока два или три убили на том на то чтобы научиться писать цикл программу для перемножения матриц очень хороший язык макросы лист вставил потому что на самом деле джулия то лист очень очень хороший язык мы пытаемся его преподавать и будем играть во всех курсах на каком на параллельном программировании вместо фартрона у тебя будет 16 лабораторных работ на джулии я их не смогу придумать это язык значит был язык с для обе очень хороший язык для работы с матрицами и так далее на его основе был язык эр сделан ну или он широко известен в узких руках то есть это очень важный язык для статистических расчетов живет себе очень хорошо и те кто занимается статистикой его используют но статистикой не занимается но вас все равно учили для общего это вот те кто экономисты всякие очень хорошо его используют значит ну библиотека там куча цепляется ходу к спарту по всему большие данные пожалуй параллельные компьютеры очень очень хороший язык р студия вам давали это тоже очень хорошая штучка для работы с ним это айди к матлабу приехали но это то что вот для детей идея такая матла вообще очень хорошая система у у нее только вот один недостаток очень дорогая поэтому у нас пытаются многократно купить на план наши математике и даже иногда покупают там лицензия годичная до учреждения наверно еще дороже для учреждений еще дороже да и обычно покупают она вот этот вот пролежит на складе потом решат установить но очень удобно это вот из-за синтезического сахара с ней очень удобно работать ну октава skylab это все варианты они плюс сделали они из их сделали свободу то есть самоспецификации закопали уклона пошли но очень удобно работать и его нужно знать если вы захотите иммигрировать в штаты зачем это было но там вот на нем будут писать то есть не считается это вот главный язык программирования ну и там всякие дополнительные фишки есть для того чтобы его перекомпилять он открепили на него работает нормально хорошо как джулия работает помедленнее патроны очень хорошо работает куча всяких современных фишек там и юнит тесты там и пропагеры и так далее главное конечно очень дорого по своему построению язык конечно старенький видно что язык устарел в отличие от того же партрана он не обновляется ну если бы вы стали обновлять как партран уже не стали пользоваться потому что для них главное легоси потому что куча всяких так называемых боксов к нему который который у вас и дополнительные программы и естественно люди которые пишут на маклабе они не отличаются живостью восприятия поэтому если его менять ну и все дополнительные реализации языка которые свободные отличаются очень неприятной вещью если работать интерактивно все нормально а вот большие программы на нем очень неудобно читать ну куча дополнительных языков естественно сифра кран любимая ява скала опять же по другой личиной математика значит мы не станем затрагивать языки на которых писать не только вредно но и вообще недопустимо это вообще это языки которые закрыты на которых нету никаких клонов которые не отличаются никакими дополнительными фишками и на которых на песне софт это просто является мусором никто не сможет другой не поработать с этой программой не улучшить ничего и мы сами через некоторое время тоже не сможете работать еще денег стоит очень большие деньги стоят поэтому я не понимаю как вы можете писать на модели и вас еще совесть не замучила что вы используете лицензионные программы ну все это то что должны все знать придумали носим ричи вообще конечно придумали для юникса предшественник си назывался как и как быть без себе не убедник Когда смотришь на язык C, создает такое впечатление, что с авторов языка C брали по 5 долларов за каждую дополнительную муку, которую они вносят в этот язык. Фортран. Это для реальных людей, которые действительно занимаются научным программированием на больших компьютерах. Там, где нужно выжимать каждую миллионную долю секунды. И куча библиотек, куча всего. Фортран очень хорошо из-за него. Но лучше, если мы его заменим на джунни. Я посмотрел на ваших студентов. Они же ни одной программы написать не могут. И у них космос в голове после ваших занятий. Ну, не знаю. После джули лучше не станет. Из 16 лабораторных и хоть что-то напишут. Но главный плюс этого языка – отсутствие объектно-ориентированности. Никакой объектно-ориентированности. Вот. В джулии тоже нет объектно-ориентированности. Там есть множественная диспетчеризация. Но если диспетчеризация – это такая фишка, которой нет ни в одном объектно-ориентированном языке. Это если у вас есть то, что вводилось в объектно-ориентированность от перегрузки функции, и то, что вообще никто не работает нормально. Работает только в джулии. Вы пишете функцию для знака умножить для своих типов, и это работает. Даже если у вас куча программовых продуктов, которые не описывают эти типы. Работает очень хорошо. Специально для того, чтобы продемонстрировать, как это работает, был написан специальный тип – число с плавающей запятой с погрешностью плюс-минус. То есть, вы пишете программу обычную написанную, а вы меняете запись, что у вас не действительное число, а действительное число с погрешностью. И у вас вся программа считается с учетом погрешности. И вот эта погрешность в дополнительном результате. То есть, вам достаточно одну строчку заменить, и у вас совершенно радикально другие вещи получаются. А вот это из-за множественной диспетчеризации. Вот эта вот фишка, которая для научных инженерных расчетов, я считаю, одной из главных является. И что реально в объект ориентированном работе не работает. Ну, в общем, «Факрам» – это самый крутой язык книжи. Но вам лучше о нем не думать. Ява, ну, ява хороша для бэкэнда. Много библиотек, джид. Ну, и главное его, так сказать, преимущество – то, что он съедает всю оперативную память, которая здесь в наличии. Значит, математика. Главное в математике то, что я придумал Стивен Вольфрам. Физик. Учился у Фильмана. Хороший физик, но инженер лучше. Не совсем адекватный человек, но хорошо пишет. Поэтому он издевается над пользователем программы «Математика по полной». То есть, мало того, что берет с них кучу бабок за пользователем, он еще там всякие изменения относится к регулярности. То есть, это вот очень специфический человек. Если я боюсь, он умрет, то и математика тоже умрет. То есть, все на нем только держится. Ну, что можно сказать? У них есть чудесный сайт математический какой-то. Вольфрам Альфа, да? Там платная подписка хороша. Платная подписка хороша тем, что вы пишете пример, и он по платной подписке выдает вам все решение. Раньше бесплатно выдавал. А? Раньше бесплатно. Раньше бесплатно выдавал, а сейчас зарплатно тактически выдает. И вы записываете это решение на бумажечке и сдаете преподавателю. Графики раньше четко или с большим разрешением? Да. Ну, вот так вот. А потому что я говорю, необыклажный человек. О нем даже Младинов пишет, что он очень юный человек, но очень неадекватный. Ну и альтернативы. А куча альтернатив. Пишите на чем угодно. Ну и несколько советов, что выбрать. Если вам захотелось написать на питоне, вначале напишите на джулии. В общем, основная мысль, выберите язык джулии и пишите на нем, а не язык питона. Все? Спасибо. Значит, в следующий раз мы следующее сделаем. Я хотел уже решать, начать в следующий раз, но, к сожалению, там… Все выключать? Да, да. Значит…